До встречи с тобой! Чарли с любовью Пролог 2007 год Когда он выходит из ванной, она просыпается. Откинувшись на подушки, она листает туристические буклеты, лежащие рядом с кроватью. На ней одна из его футболок. Длинные волосы спутаны, навевая мысли о прошлой ночи. Он стоит, наслаждаясь мимолетным воспоминанием, и вытирает голову полотенцем. Она отрывает взгляд от буклета и надувает губы. Пожалуй, она немного старовата, чтобы надувать губы, но они встречаются не так долго, чтобы это раздражало. Нам так уж обязательно карабкаться в горы или висеть над ущельями. Это наш первый настоящий совместный отдых, а здесь нет ни единого маршрута, где не придется откуда-то прыгать или... Она нарочито вздрагивает. Носить флиз. Она бросает буклеты на кровать и вытягивает над головой загорелые руки. Ее голос слегка охрип. Свидетельство бессонной ночи. Как насчет роскошного спа на Бали? Можно валяться на песке, нежиться часами, расслабляться долгими ночами. Мне не по душе такой отдых. Мне необходимо чем-нибудь заниматься. Например, прыгать с самолета? Сперва попробуй, потом критикуй. Если ты не против, я все же предпочту критиковать. Кривится она. Чуть влажная рубашка липнет к его коже. Он проводит расческой по волосам и включает сотовый телефон, морщась при виде списка сообщений, которые тут же начинают выскакивать на маленьком экране. «Ладно», — говорит он, — «мне пора. Не забудь позавтракать». Он склоняется над кроватью, чтобы поцеловать ее. От нее веет теплом, духами и непритворной сексуальностью. Он вдыхает аромат ее затылка и на мгновение забывается, когда она обнимает его за шею и тянет вниз. «Так мы куда-нибудь поедем в эти выходные?» Зависит от сделки. Он неохотно высвобождается. «Пока все в подвешенном состоянии. Возможно, мне придется отправиться в Нью-Йорк. В любом случае, как насчет приятного ужина, где-нибудь в четверг. Ресторан на твой выбор». Он тянется за кожаными мотоциклетными перчатками, висящими на двери. «Ужин...» — щурится она. «С мистером Блэкбери или без?» «Что?» «С мистером Блэкбери я чувствую себя третий лишний». Снова надутые губы. Как будто он соперничает со мной за твое внимание. Я выключу звук. «Уилл Трейнер!» — восклицает она. «Ты должен выключать его хотя бы изредка». «Я выключил его прошлой ночью. Забыла?» «Только под давлением». «Теперь это так называется?» — усмехается он. Он натягивает перчатки. Лиса, наконец, теряет власть над его воображением. Он перебрасывает мотоциклетную куртку через руку и посылает ей с порога воздушный поцелуй. На его Блэкбери 22 сообщения. Первое пришло из Нью-Йорка в 3.42. Какая-то юридическая проблема. Он спускается в лифте на подземную парковку, пытаясь войти в курс ночных событий. «Доброе утро, мистер Трейнер!» Охранник выходит из своей кабинки, защищенный от непогоды, хотя здесь нет никакой погоды. Уилл иногда гадает, чем он занимается там в предрассветные часы, глядя на экран видеонаблюдения и блестящие бамперы машин стоимостью 60 тысяч фунтов. Всегда безупречно чистые. «Как там на улице, Мик?» спрашивает он, натягивая кожаную куртку. «Кошмар! Льет, как из ведра!» «Серьезно?» Уилл останавливается. «Мотоцикл отменяется?» «Увы, сэр!» качает головой Мик. «Если вы не хотите поставить его на поплавки или разбиться». Уилл смотрит на свой мотоцикл и стягивает кожаные перчатки. Что бы там Лиса ни думала, он не любитель напрасного риска. Он отпирает багажник мотоцикла, убирает в него перчатки, запирает и бросает ключи Мику, который умело ловит их одной рукой. «Засунь меня под дверь, хорошо?» «Нет проблем. Вызвать такси?» «Не надо. К чему тебе мокнуть?» Мик нажимает кнопку автоматической решетки, и Уилл выходит наружу, подняв руку в знак благодарности. «Темно». Продолжение следует… Продолжение следует... Продолжение следует... «Если вы не хотитеuka, начинаю разделать Q4F?» Уилл «Абразному» «Comф statement» «Вес 29 нед許 измену» «Вэльбальчик利» «Выходит Softball» «Sim, ты думаешь, разв��» «Абразному»